В областной столице избирательные участки открылись в 8 утра, их в Тюмени, напомню, 306, закончат свою работу они в 20.00. За ходом выборов с самого утра наблюдают мои коллеги Юлия Никифорова и Дарина Иранцева. Юлия находится на избирательном участке, что в гимназии 49, а Дарина сейчас в 69-й школе. Дарина, Юлия, рада вас приветствовать. Дарин, первое тебе передаю слово. Расскажи, много ли людей с каким настроением идут на участки? Мы находимся на избирательном участке в 69-й школе, он открыл свои двери в 8 утра. Как вы можете заметить, наша съемочная группа работает в медицинских масках, и это не случайно. Дело в том, что на участке строго соблюдаются все меры безопасности. На входе всем измеряют температуру, нам с оператором, кстати, тоже измерили. Есть антисептики, всем избирателям раздают маски, перчатки и ручки. Все потоки людей разведены, избиратели заходят в одну дверь, выходят в другую, а также все члены избирательной комиссии привиты от коронавируса. Здесь есть разметка, поэтому соблюдается социальная дистанция в полтора метра. Первые избиратели на участке... Самое главное чувство, это чувство ответственности, потому что у каждого, у кого есть избирательное право, каждый человек должен пройти ответственность за будущее нашей страны, за будущее нашего региона, потому что в эти дни, в эти три дня, 17, 18, 19 сентября, мы выбираем новый состав и Государственной Думы Российской Федерации, новый состав Тюменской областной думы, и от выбора каждого из нас зависит от того, какими бы эти органы будут. Нам всем важно, чтобы законодательные органы власти работали очень вдумчиво, работали грамотно, а люди, которые представляют интересы нас, с вами избиратели, были бы очень профессиональные. Спасибо, это была Дарина Иранцева, она работает на избирательном участке в 69-й школе, а сейчас предлагаю дать слово Юлии Никифоровой, она на избирательном участке в 49-й школе. Мы находимся на участке, который работает в школе номер 49, кстати, именно здесь учился Александр Мор. Подготовка к главному политическому событию осени началась не один месяц назад, поэтому сегодня мы видим, насколько четко организована работа. Например, в регионе заранее провели обучение по использованию КАИБов, их 120 штук, и распределили оборудование по участкам, где численность избирателей превышает тысячу, 300 человек. Извините. 1300 человек. Конечно, и при таком количестве людей нужно было грамотно распределить потоки, чтобы исключить риски заражения коронавирусом, поэтому все, как сказала Дарина, меры санитарной защиты беспрецедентные. Отдельного слова хочу сказать про бюллетени. В этом году их больше, чем обычно. Большинство избирателей получает по 4 бюллетеня на руки. Хотелось бы сказать и про политиков. Они активно приходят на участки, чтобы воспользоваться своим избирательным правом. Среди них Владимир Ульянов и Виктор Рейн. Нам дано право реализовать свое прописанное по Конституции право, выбрать того, кому мы доверяем. Очень много проехал по территории. В целом такой доброжелательный, хороший. Мы у людей настрой, видят изменения, которые в родном субъекте прошли. Я не сомневаюсь, что и активность будет высокая. Я живу, работаю в Тюменской области ровно 50 лет уже. И могу сказать, какие изменения прошли серьезно за этот период времени. И особенно в развитии Юга Тюменской области и автономных округов в последние практически 20 лет. Поэтому важно продолжить политику развития дальнейшего Тюменской области. Для этого важно сформировать тот законодательный орган, как в Тюменской области, так и в Государственную думу Российской Федерации, которые будут работать синхронно, совместно для дальнейшего развития Тюменской области и благосостояния населения. Но я напомню, что всего в регионе работает 1079 избирательных участков. И по данным права избирательного голоса в нашем регионе имеют больше миллиона человек. Но на этом у меня все. Мы будем следить за развитием событий. Спасибо. На прямой связи со студией были наши корреспонденты Юлия Кифорова и Дарина Иранцева. Только что они рассказали о том, как проходят выборы на избирательных участках города. В течение всего дня они будут наблюдать за ходом голосования. Самая свежая информация и новые подробности уже в следующем выпуске новостей.